Здравствуйте! На канале Антенна 7 новости в студии Анна Рыбина. Вот некоторые темы дня. Пересчитайте. Мы не уложимся, к примеру, в эту норму. Длина ночи, число обогревателей, из чего еще сложится цена электроэнергии. Быстрый и мертвый. Где же виноваты пешеходы? Это там, где пешеходы переходят. Не установлено на месте. Переходить дорогу тоже надо уметь. Гранит науки стал доступнее. Здесь созданы все необходимые условия. Авиационный колледж переоборудовали для инвалидов. А также готовимся встретить паралимпийский огонь и выбираем электронную книжку. Социальная норма потребления электроэнергии должна быть введена не позднее 1 июля 2016 года. На определенный объем электроэнергии будут установлены низкие расценки, а за перерасход повышенные. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому решение об установлении социальной нормы потребления электроэнергии будут принимать регионы. Документ размещен на сайте Кабинета министров. Связано это со сложностями, которые возникли у регионов при расчете энергопайка. Уж слишком много факторов нужно учесть, вплоть до того, есть ли в квартире электроотопление или сколько в конкретной местности длится ночь. Делят электричество на дешевое и дорогое, пока только в семи российских субъектах. Отмечу, что разница между соцнормами в отдельных областях очень существенная. Чего ждать и мечам, выяснила Марина Мугрова. 250 киловатт – сегодняшняя норма потребления электроэнергии в семье Финиченко. Домохозяйка и кондитер-любитель Ольга говорит, бывает и больше. Микроволновая печь, электрический чайник, духовка – тот минимум техники, которая работает в постоянном режиме. Если к этому прибавить компьютер, телевизор, стиральную машину, то в изначально предложенный МРСК «Соцлимит» 108 киловатт в месяц семья из четверых человек уж точно не уложится. Мы не уложимся, к примеру, в эту норму. Будет больше тратить. Что является оптимальным объемом потребления энергии? Другими словами, той самой социальной нормой, сверх которой каждый киловатт будет оплачиваться на 30% дороже. И как рассчитать энергопаек для различных групп населения? Вопросы, которые ставит сегодня не только каждая российская семья, и в частности омская, но и специалисты. Свой так называемый «свет по карточкам» с 1 сентября прошлого года начали получать 6 пилотных регионов. В Нижегородской области, к примеру, лимит на одного человека – 50 киловатт в месяц. В Орловской – все 190. По мнению правительства, 70 киловатт – это вот тот средний показатель, который должен быть. Но там в правилах есть нормы, которые устанавливают, что базовая норма, предположим, 70 – это на первого собственника, нанимателя. На второго уже меньше, на третьего еще меньше. Уже точно известно, что социальные нормы в пилотных регионах вызвали много недовольства. Экспериментальные субъекты приходят к выводу – по социальным нормам на электроэнергию должны быть и льготы, как для пенсионеров, так и для многодетных семей. Возможно, только тогда энергопайки будут иметь смысл. По мнению маркетологов, в сфере ЖКХ введение социальных норм выполнит сразу две функции. Первая – психологического характера, должна дисциплинировать потребителя. Не секрет, что у россиян свет горит везде, даже тогда, когда никому не нужен. Вторая – экономическая. У производителей ресурсов появится еще одна возможность решить свои финансовые проблемы за счет дополнительных средств. Социальные нормы на электроэнергию еще больше закабалят население, считает депутат Омского горсовета Алексей Ложкин. Освещение в подъездах, гаражных кооперативах, садоводческих товариществах, где нет прописанных людей, наверняка попадет в сверхлимит. Но кого может обрадовать такое? Если человек хочет потреблять, пускай потребляет. Какая разница? 150 кВт, 200 кВт, 300 кВт. Ты же от этого имеешь прибыль. Ты зарабатываешь деньги. Зачем ты делаешь? Ограничиваешь. Надо усовершенствовать учет электроэнергии. Тем самым мы снижим и технические потери, тем самым мы и коммерческие потери этого роста и все остальное. При огромных электрических мощностях стоимость электроэнергии в нашей стране до сих пор остается достаточно высокой. Наверняка социальная норма будет хороша только тогда, когда тарифы на электроэнергию будут соответствующие, приближены к заработку населения. Марина Бугрова, Кирилл Борисевич, Андрей Кузьмин и Сергей Гаврилов. Антенна 7. Продолжаем арифметику. Сколько воды сегодня потребляет среднестатистический многоквартирный Омский дом и сколько его жители должны платить по общедомовому нормативу. Специалисты тепловых компаний и представители администрации города продолжают мониторинг показаний приборов учета. Напомним, еще в прошлом году норматив, установленный энергетической комиссией, был признан Верховным судом недействительным. Чтобы решить эту проблему, была разработана система аналогового метода сбора информации. Это означает, что в течение четырех месяцев, начиная с декабря прошлого года, специалисты профильных организаций вместе со МИЧами должны зафиксировать показания на начало и конец месяца. Для этих целей была сформирована выборка из 1400 домов. Уже 28 февраля будут сняты показания предпоследнего отчетного периода. Сегодня специалисты тепловой компании показали нашей телерадиокомпании, как это будет происходить. Снимаем показания, фиксируем обратную, поддающую трубопровод. Эти показания фиксируются в акте, вот она форма акта есть. Она оформлена к концу месяца. Она будет заполняться именно 28 числа, куда вносится адрес. Тепсажинающая организация в виде МП города Омска, тепловая компания, ТСЖ домная. Ну и все данные, они здесь присутствуют. Омск встретит эстафету Паралимпийского огня уже завтра, 27 февраля. В связи с этим некоторые улицы города будут перекрыты. Итак, с 14 часов 30 минут до половины шестого закроют движение транспорта по улице Ленина от Тарской до Ленинградской площади. С 16 часов до 19 часов 30 минут по Масленниково на участке от Ленинградского моста до улицы 20 линия. Будьте готовы, что весь транспорт пойдет по измененной схеме. К знаниям по свободной дороге могут, что называется, прийти те, кто по тем или иным обстоятельствам лишен этой самой возможности ходить. Омский авиационный колледж сегодня пополнил ряды образовательных учреждений города, где учиться теперь могут и студенты с ограниченными возможностями. На условия безбарьерной среды взглянули Марина Бугрова и Кирилл Борисевич. Одно нажатие кнопки и путь в сотню ступеней становится легким. Подъемная платформа в центре трехэтажного учебного заведения для студентов-колясочников, пожалуй, станет главным помощником в изучении наук. Есть друг, который живет по соседству, колясочник. Раньше такого не было, а сейчас появилась такая возможность у него поступить в наш колледж и обучаться в нем. Теперь здесь все. От главного входа до учебной аудитории оборудовано с учетом потребностей особенных студентов. В актовом зале пришлось даже убрать несколько рядов кресел, чтобы можно было проехать на коляске. Маломобильные смогут преодолеть даже такой вот наклонный пол с помощью специальных поручней. Для лучшей ориентации слабовидящих все входы отметили желтой лентой. В коридорах и туалетах предусмотрены кнопки вызова. Это уже на всякий случай, если студенты вдруг не смогут обойтись без посторонней помощи. Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы получать образование и реализовать образовательные программы по всему спектру, который определен для этого колледжа. За исключением тех программ, которые просто в силу своих особенностей не могут обучаться инвалиды. Это, допустим, сварщики. Перечень специальностей, по которым станут обучаться студенты с ограниченными возможностями, с каждым годом будет пополняться. Сейчас, пока мы готовим две программы. Это экономика и бухгалтерский учет и программирование в компьютерных системах. В дальнейшем мы планируем расширение по всем специальностям технического профиля. Аудитории и комната психологической разгрузки, сделанные по программе «Доступная среда», пока пусты. Но на свои ученические места без посторонней помощи будущие студенты смогут сесть совсем скоро. В Омском авиационном колледже абитуриентов с ограниченными возможностями ждут уже в новом учебном году. По подсчетам руководства учебного заведения, сразу на две специальности здесь смогут принять больше 30 человек. Марина Бугрова и Кирилл Борисевич, «Антенна-7». Мы-то сядем и выйдем, а вы ляжете и не встанете. Грубо, но правдиво пишут в интернете об авариях на дорогах. Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобилей и пешеходов. Страдают при этом как первые, так и вторые. Сегодня на многих нерегулируемых пешеходных переходах сотрудники госавтоинспекции проводят рейд «Пешеход». С улиц города к нам подключаются Денис Ионос и Андрей Кузьмин. Пешеход, переходя дорогу, помни, этот цвет зеленый, тот цвет красный. В взаимоотношении автомобиль-пешеход на подобных пешеходных переходах регулируется светофорами. А вот на нерегулируемых ответственность лежит исключительно на каждом из участников движения. Пешеходов надо пропускать. И точка. Этот пункт не только прописан в правилах дорожного движения, но и должен постоянно пульсировать в головах автовладельцев. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом. Соблюдают это правило или нет, сегодня проверяют инспекторы ГИБДД по всему городу. Например, на Карла Маркса, рядом с транспортной академией. Здесь и поток машин, и людей велик. Статистика печальна. Две трети всех ДТП с участием пешеходов. На пешеходных переходах, соответственно, если происходит наезд, то понятно, здесь виноват водитель. Где же виноваты пешеходы? Это там, где пешеходы переходят в неустановленном месте. Или где-то буквально там 10, 15, 20, 30 метров не могут дойти до пешеходного перехода. Обустроено дорожными знаками или же в полном объеме светофорами. Или даже где есть у нас надземные, подземные пешеходные переходы. Правила существуют и для пешеходов. Они могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств. Их скорость и убедятся, что переход для них безопасен. Подошел к дороге? Остановись, чтобы оценить дорожную обстановку. Ответственность пеших также оценивают инспекторы ГИБДД. Помогают им дружинники разных возрастов. Прохожим раздают памятки, пешеходам помогают перейти дорогу. Налево-направо студентку Дарью учили смотреть еще с детства. И дорогу она переходит всегда только по пешеходному переходу. Боится за свою жизнь. Но, говорит, на зебре куда больше опасности, чем простая невнимательность. Например, если пешеход переходит дорогу и, например, стоит автобус, а водитель легкового автомобиля за автобусом может не увидеть пешехода. И поэтому пешеход должен обязательно остановиться возле автобуса, и чтобы водитель тебя увидел. Остановится водитель, и ты спокойно перейдешь. Автомобилисты часто говорят, пешеходы бывают двух видов – шустрые и мертвые. И автомобилистам, и пешеходам не стоит запывать, что в ДТП страдают обе стороны. Вот только степень страданий может быть совершенно разной. И ни в коем случае не стоит перебегать дорогу в неположенном месте. Возможно, когда каждый из нас станет водителем, то станет и совершенно другим пешеходом. Дорогу только по правилам всегда переходят Денис Ионос и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Омские чиновники разрешали закапывать опасные отходы в черте города. Межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление мэра Омска Вячеслава Двораковского в связи с выявленными нарушениями закона. В ходе промладимых в течение прошлого года проверок выявлялись факты незаконного размещения в границах города Омска твердых бытовых отходов. В частности, органы местного самоуправления предоставили на праве аренды фирме 144 гектара земли в Кировском округе города Омска в целях осуществления деятельности по размещению твердых бытовых отходов. В Ленинском округе под аналогичной целью другой фирме было предоставлено 62 гектара городских земель. Омский межрайонный природоохранный прокурор внес представление мэру города Омска. Сегодня же ситуацию прокомментировал директор департамента городского хозяйства. Свалки эти образованы были в прошлом веке. То есть это старые наши свалки, которые расположены на территории Ленинского и Кировского административных округов. Изменилось законодательство и в соответствии с федеральным законом на землях городского поселения нельзя размещать полигоны твердых бытовых отходов. И у организаций, которые осуществляют там сейчас соответствующие виды деятельности, у них возникли проблемы с получением лицензии на осуществление этой деятельности. Эту ситуацию мы видим. Организации к нам обращались. И мы в плановом порядке сейчас предпринимаем необходимые меры. О спорте. Первый турнир провел Александр Шлеменко. Самый титулованный омский боец выступил главным организатором седьмого мемориала по панкратиону в памяти одного из основателей Омской школы единоборств, заслуженного тренера России Владимира Зборовского. Соревнования провели по современному варианту древнегреческой версии, сторонником которой при жизни был Зборовский. Спортсмены выходили на ковер с голым торсом в шлемах с сеткой. У этой версии два выигрышных момента – много ударной техники и высокая динамика поединков. Ведущие омские спортсмены – это в большинстве бойцы из клуба «Сатурн-Профи» отточили мастерство в атакующих комбинациях, повысили выносливость. Как обычно, турнир открыли юные таланты. Шнаслетний Гашгар Мастанов продемонстрировал хорошую технику и занял второе место в номинации для бойцов старше 18 лет. Для меня это еще одна проверка характера для себя. Что я для себя стою. Память о Владимире Точи Сборовском живет, живет в его клубе. Я со своими учениками, с его бывшими учениками, с Александром Саранским, Андреем Кришковым несем это знамя нашего клуба «Сатурн» и имя Владимира Точи Сборовского по всему миру. Два нокаута и победа в дополнительное время. Все три омских бойца выиграли свои поединки в турнире по боевому самбо на Кубок организации договора о коллективной безопасности. В новом для Омска соревновании состязались бойцы из шести государств. Герой турнира – молодой омский боец Петр Ян. Наш спортсмен переиграл в ударной технике серьезного соперника из Армении. А это дорогого стоит. Армянского бойца готовили сильные тренеры. Мастера боксерских серий на руках. Нашла коса на камень. А меч до боевого самбо занимался боксом и оказался сильнее. На третьей минуте поединка нокаутировал соперника. Русские готовы, чтобы защищать свою страну, драться, для этого надо заниматься. Молодежь, чтобы меньше курил, принимал алкоголь и хотели больше заниматься в залы. Хорошую ударную технику продемонстрировали и бойцы из Белоруссии. А в борьбе блеснули представители Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Три боя завершились болевыми или удушающими приемами. Без компромиссности и хороший уровень поединков отметил организатор турнира, президент федерации самбо и дзюдо Владислав Юрьев. Профессиональное боевое самбо – это изначальное самбо, это прикладной вид спорта, где люди выкладываются до конца с минимумом ограничений. Это настоящий воинский вид спорта. Владимир Стомин, Сергей Гаврилов, Антенна 7. 70 мини-футбольных команд стартовали в традиционном турнире на призы общественного движения «Новый город» и центра торговли и семейного отдыха «Континент». Морозная погода не помешала футболистам. Команды играли в быстрый, атакующий футбол, много забивали. В паузах согревались горячим чаем с булочками. 16 сильнейших команд вышли в финальный этап соревнования. Решающие матчи пройдут 1 марта на стадионе «Гидропривод». Команда у нас «Звезды Сибири». Морозов не боимся, на улице холодно, но мы все равно рвемся к победе. «Новый город» всегда проводит классные турниры. Организация суперская у них, всем очень нравится. Электронные книги – весьма популярный девайс у россиян. Все же мы – самая читающая нация. Ковую книжку не навредит зрению, долго держит зарядку и легко помещается в сумочке. Расскажет Денис Ионос. Смотрим рубрику «Айгаджеты». Привет, это «Айгаджеты». Надеюсь, ни для кого не секрет, что существующие 3D-принтеры не имеют особой практической ценности. В первую очередь из-за того, что с их помощью можно напечатать лишь небольшие объекты – сувениры или игрушки. Ситуацию призван исправить новый 3D-принтер Big Rep One, разработанный немецкими энтузиастами. Устройство обладает огромной областью печати – 1,3 кубических метра. Такие габариты позволяют печатать довольно крупные объекты, в том числе предметы мебели. Второе поколение знакового E-Ink Reader с фронтальной подсветкой Amazon Kindle Paperwhite выполнено в том же дизайне, обладает тем же интерфейсом и ценником, однако получило улучшенную фронтальную подсветку и новый экран – карта. Новая матрица обладает разрешением в 1024 на 758 точек и, по заявлению производителя, обладает повышенной на 50% контрастностью. В реальной жизни фон страницы стал чуть светлее и теплее, а шрифт выглядит немного более темным. Внутри 2 гигабайта памяти. Пользователю доступно 1,25. Этого хватит для того, чтобы таскать с собой огромную библиотеку. Заявленное время работы составляет аж 8 недель. Если выключить Wi-Fi, не устанавливать яркость подсветки на максимум и читать не более получаса в день. Время зарядки от USB около 4 часов. 8 недель. Представьте себе. Основными книжными форматами по-прежнему выступают фирменные. Также поддерживаются PDF и файлы документов HTML, DOC и DOCX после конвертации. Как ни печально, но высокотехнологичных новостей на сегодня больше нет. Увидимся. На сегодня это вся информация, которую мы хотели с вами поделиться. До завтра. Семнадцатого февраля до тридцать первого марта получите в континенте комплимент. Всем покупателям подарки. Ваш континент. Администрация города Омска представляет финальные соревнования тринадцатой городской спартакиады «Спортивный город». Торжественное открытие первого марта в двенадцать часов в микрорайоне входной. Уголь для автоматических котлов. Телефон пятьсот пятьдесят восемьдесят восемь. На окнах узоры крутит мороз. На лидере едем? Не вопрос. Тридцать три двадцать два двадцать два. Торговый центр «Континент» приглашает всех на день рождения обезьянок Мики и Макс. Всем бесплатное фото с обезьянками. А именинникам Марта в подарок посещение выставки «Парад обезьян». Второго марта в четырнадцать ноль ноль. Вход свободный. Тринадцатого апреля в концертном зале Владимир Кузьмин с новым альбомом «Эндорфин». Заказ билетов по телефону. Тридцать один два ноля девяносто три. «Парад обезьянки» «Парад обезьянки» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова